Для амортизации насосной станции я взял вот такой комплект. Значит, комплект втулок заднего амортизатора в автомагазине. Вот такие резиночки, шайбочки. Не знаю, для чего они предназначены, но мы их используем. Ну и болты вот такие. Сейчас покажу, как я это сделаю. Насосная станция Gilex. Вот такая у него, значит, есть, ну как и у всех, наверное, вот такие отверстия под крепление. Вот таким вот образом я расположу резинки, после чего они будут сюда крепиться. Ну а для того, чтобы шайбочка с этой стороны плотненько прилегала и тоже не вибрировала, я использовал шланг. Разрезал его вот на такие вот квадратики. Сейчас я здесь посередине сделаю отверстие. Подходящие под диаметр резьбы. И буду устанавливать. Для того, чтобы потом насос не ставить на эти только чисто лишь ножки, чтобы мы сам насос могли прикрепить к полу, я вырезал вот такие вот две дощечки. Вот таким вот сверлом, получается, просверлил пошире отверстие, чтобы можно было ставить вот так вот болт с шайбой, туда утопить. Здесь вот мы прольем каким-то резиновым клеем или что-то в этом роде. Я еще подумаю, как это сделать. Сверлить нужно отверстие до такой степени, чтобы болт у нас не был выше деревяшки. Желательно, чтобы он был вообще утоплен, был ниже, чтобы он не создавал никакого звука. И так я примонтировал первые две досочки вот на таких резиновых подушечках. Вот так вот это выглядит. Далее я прикрутил вот такие еще две дополнительные досочки на каждую по 4 самореза, 2 сетой, чтобы придать дополнительную опору. И так далее, что я сделал. Я взял вот такую вот пенку. Я не знаю, как материал точно называется. Пенка мягкая, ей оборачивают обычно какую-то технику, когда вы покупаете. Вот, возможно, где-то можно так купить ее. Толстого слоя у меня не было, вот, поэтому я взял два слоя по 0,5. Вот, в общей сложности будет составлять у меня сантиметр. Вот, такая вот еще подушечка, она будет крепиться уже под основание самого котла, чтобы придать дополнительную шумоизоляцию. Все, сейчас я просверну 3 отверстия, чтобы, не дай бог, у нас дощечка не лопнула, наша красивая. И потом уже в отверстия просверленные я буду вгонять саморезы в пол. Ну, собственно, вот такая получилась конструкция. Здесь у нас подложечка. Здесь у нас резиновые ножки. Вот. Ну, насколько смог, насколько вибрацию от насоса я постарался исключить. К тому же, прикручивать насос на деревяшки, вот на эти, да, под углом шуруповертом проще, чем через эти. Здесь мешает нам бак. Туда никак бы мне не получилось подлезть. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok